приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про платную подписку я выскажу свое мнение расскажу про нее подробнее поскольку вот первый день патча 1.27 и наверное много вопросов и разговоров о том нужна эта подписка или нет так вот для тех кто думает что у меня видосов всегда много воды сразу скажу свой вывод платная подписка нужна скорее для каких-то мелких аккаунтов где очень мало всего и хочется всего и побольше получить поскольку ни на что не хватает при этом у вас есть каждый месяц лишние 300 рублей а если конкретно 299 и при этом вы очень много играете платная подписка это грубо говоря рабство за 300 рублей то есть мало того что вы отдаете 300 рублей чтобы все плюшки эти отрабатывать отбивать чтобы их получать вам нужно каждый день много играть каждый день на протяжении месяца если вы не играете много каждый день то вы будете терять если вы будете терять то выгода уже от этих 300 рублей не особо то какая-то значимая то есть у вас нет лишних 300 рублей если у вас большой аккаунт если вы часто не играете то вот все вот эти моменты отдаляют вас от надобности приобретать эту платную подписку поскольку вы особо ничего не получите с нее да в целом если у вас денег навалом 300 рублей фигня если вам хоть какие-то бонусы хоть редко там вы играете хоть иногда что-то там дополнительно получите и ладно если вы так относитесь то в принципе в таком случае можно было бы даже не задаваться вопросом стоит или не стоит взял и взял зачем вам ввязываться в рабство за 300 рублей я честно говоря не знаю теперь я подробно расскажу про эту платную подписку что в ней так что не так чтобы хотелось изменить и почему она мне практически нигде не зашла и так во первых много вопросов откуда у меня появился танчик или как получить танчик речь идет про прям танк 9 уровня объект 752 пробный семидневный период будет доступен игрокам при первом входе в игру после выхода обновления 127 12 июня и по 30 октября 2024 года то есть вот патч уже вышел если вы аж до октября это чуть ли не там не под конец года вы за этот период раз в игру зайдете у вас сам активируется семидневный пробный период где у вас все вот эти плюшки с платной подписки активируются бесплатно и а также появится танк у многих вопросы смогу я потом прям танковые купить или еще что-то нет танчик у вас есть когда есть у вас подписка вот этот семидневный период кончится и танчик пропадет если вы не продлите подписку если вы на нем на играть и за 7 дней в принципе то и зачем она вам надо я не удивлюсь если этот семидневный пробный период потом парад лет на всю жизнь чтобы люди когда заходили или новички какие-то сразу попадали в эту пробную платную подписку понимали насколько это круто и обалденно и потом продлевали видимо так теперь давайте разбираться почему большинство плюшек в платной подписке так себе и особо мне не зашли начнем наверное станчика объект 752 в аренду пока у вас активирована подписка также есть надпись характеристики машины могут быть изменены без компенсации то его там тестировали с барабаном то тестировали без то он был чуть сильнее вышел чуть слабее в общем и целом я на него поиграл стрим 3 часика средний урон вышел там что-то 2 800 кажется урон слабый в принципе очень было много турбо боев непонятных поскольку что подписку активировали всем и у всех этот танчик есть сейчас встретить бои 15 на 15 объектов 752 очень легко и казалось бы куча тяжей набиваю урон но ты попробуй встретить нормальный бой поскольку там нет никаких ограничений этот танчик раздали абсолютно всем поскольку он идет с подпиской от подписку раздали всем и там играют и те кто давно не играл и те кто вообще ветки не качал на высоких левелах не играл на тяжах не играл там такое творится там люди вообще просто выезжают в чистое поле стоят куда то смотрят посреди дорог стоят целятся вообще люди как будто бы на тяжах в жизни ни разу не играли и эти челики и за вас и против вас в общем там дурдом просто невероятно а лучшие бои наигрываться в основном когда рандом спокойный стандартный и ты понимаешь что будет происходить в бою ты можешь оценить ситуацию и адекватно на нее среагировать сейчас в рандоме просто цирк да можно конечно наверное встретить какой-то бой где будут челики подставляться ты будешь расстреливать и набьешь много урона но у меня таких боев не произошло по поводу танчика танчик вышел не в самых лучших своих характеристиках в принципе его можно назвать сбалансированным я бы не назвал его плохим или хорошим да у него есть там какая-никакая броня можно и потанковать и лбом башни и от борта но в принципе есть и места которые пробиваются лючки нужно пушку вверх поднимать чтобы они прятались иначе они легко пробиваются корпус тоже не назвать прям непробиваемым но в принципе броня есть орудие вниз неплохо гнется там градуса 8 точность отвратительная стабилизация средненькая спасает только то что снаряд летит часто в середину но это не гарантирует нам какой-то стабильной стрельбы плохой обзор слабый дпм пробития хорошая и альфа хорошая 440 единственно что подкачала это вот точность отвратительнейшие слабенький дпм чик но так чисто от альфы даешь альфу и все пробитие неплохое чтобы башкой штукумулем 246 310 это 9 уровень хп 1750 это честно говоря мало приходится ставить закалку я играл досылатель закалка прицел поскольку у нас очень плохая точность у нас очень мало хп ну и дпм плохой поэтому все самые яркие косяки приходится перекрывать тремя оборудованиями при этом точности стабилизация ну такое но приходится с этим мириться при этом еще и обзор так себе фарме танчик принципе нормально не самый плохой вариант что можно было получить по этой подписке но я бы прям не бежал сломя голову ради этого танка только ради него брать подписку если вам понравится то кто вам запретит я же видал танчики на девятом уровне и повеселее для меня этот танчик не рыба не мясо возможно и правильно что по подписке дают сбалансированный танчик а не какую-то лютую имбу чтобы был прямой pay to win заплатил бабки и на имбе нагибаешь поэтому танчик принципе то и ладно к нему особо претензий нет следующее хранилище игрового золота 500 золота в неделю можно зафармить там у нас есть сейф с золотом какие проблемы проблемы в том что в месяце у нас 4 недели 4 недели по 500 золота это 2000 золота 2000 золота это 312 рублей насколько я запомнил подписка стоит 299 рублей выгода кажется ну такая себе это нужно еще учитывать что в случайном бою мы получаем 7 золота в этот сейф в это хранилище за победу если попали в топ-10 по опыту и 4 золота за поражение ничью и тоже нужно попасть в топ-10 в целом это получается что нам нужно сыграть от 80 до 100 боев примерно плюс-минус зависимости от того насколько часто мы будем выигрывать примерно 90 боев под 100 короче чтобы заполнить этот наш сейф золотом это за неделю это примерно 14-15 боев в день средняя продолжительность боев бывает там от 6 до 9 минут в зависимости от того какая дурка в рандоме происходит это опять же примерно полтора-два часа в день надо играть нормально всю неделю чтобы заполнить сейф это еще при хороших показателях это и придется еще и больше играть если все будет плохо если будет много поражений и так далее это я еще по хорошим показателям так плюс-минус посчитал а если вы еще и очень плохо играете там я не знаю целыми днями будете сидеть чтобы заполнить сейф нам нужно еще и потратить прилично так времени если мы 100 боев за неделю не отыграем то в принципе плакала наше золото за которое мы заплатили и тогда эта подписка особо-то не окупается если мы все будем пропускать да в принципе 100 боев можно и за день сыграть если просто весь день просидеть за компом а это занятие такое себе опять же это зависит от того насколько часто вы играете если вы играете каждый день по пару часов это та задача которую вам по силам выполнить если вы редко играете то эту задачу вряд ли вы будете полностью закрывать чем лучше вы играете тем легче вам будет это пройти также еще в стальном охотники дают по 10 золота за победу и по 4 золота если вы вошли в топ-10 в линии фронта 21 золото за победу 12 за поражение если вы вошли в топ-20 в натиске 4 золота дают за топ-5 в победе и 2 золота за топ-5 в поражении в принципе золото можно пофармить практически в любом режиме но это нужно все равно играть играть приличное количество времени дальше но мне допустим золото не особо надо возможно если бы я не был бы контрибьютором золото бы понадобилось но для того чтобы его фармить нужно много играть можно за 300 рублей купить 2000 золото и не играть вообще вот в чем прикол дальше идем курс подготовки экипажа 50 опыта за пять минут и тут у нас идет математик в сутках у нас 1440 минут делим это на 5 поскольку каждые пять минут мы получаем 50 опыта и умножаем на 50 получается 14400 опыта мы получаем каждый день кто-то там не в чате на стриме сказал что 14000 опыта в день мы получаем но получается 14400 в одном первом перке у нас двести десять тысяч опыта нам понадобится 14 с половиной дней грубо говоря округлим 15 15 дней нам нужно чтобы прокачать первый перк чтобы прокачать второй перк нам понадобится 30 дней 3 pior 60 дней четвертый перек 120 дней пятый перк 240 240 дней чтобы прокачать 1 5 пирк то есть это не до пятого перка дайте это отдельно только 5 прокачать то есть это все можете по дороге складывать чтобы прокачать экипаж до пятого перка вместе с пятым перком нам понадобится 465 дней то есть больше года уйдет на то чтобы у нас прокачался экипаж до какого-то прям хорошего состояния в принципе нормальный экипаж это делают примерно 4 перка там уже плюс-минус более-менее все нужно есть у меня очень много экипажей где 67 перков и мне в основном нужны экипажи на те танки которые будут то есть чем мне эта плюшка не нравится мне нет смысла качать экипажи поскольку там везде минимум 4 перка у меня практически вообще не существует на аккаунте экипажа где три перка и если они даже есть я их могу по быстрому за бумажки обучить влить в них кучу опыта и сразу поехать играть ждать полтора года чтобы мне прокачался нормальный экипаж у меня нет на это не времени и желания зачем это мне надо если бы эта фишка качала экипаж на будущей танки я бы согласился как раз таки время бы шло и когда вышла бы какая-то ветка или какой-то прям танк или еще что-либо новое там был бы уже какой-то много перковый экипаж тогда бы я согласился это было бы прикольно а так это просто какой-то бред зачем мне годами качать какой-то экипаж если я могу его по-быстрому бумажками натыкать просто прокачать его за 0 секунд и сразу поехать играть это полный отстой самое интересное для меня лично что есть в этой платной подписке это дополнительные награды за ежедневные задачи на стриме мы прям смотрели там прям полноценно третья награда появляется в каждом ежедневном задании в обычном состоянии вы просто две награды получаете за каждое задание там три задания каждая следующая награда чуть лучше точно также третья награда заплатную подписку она примерно такого же размера там есть и серебро и боны и она прикольная это единственное что мне хоть чуть-чуть заинтересовало поскольку там тут прям заметные какие-то ресурсы которые ты прям каждый день получаешь при этом ежедневные задачи выполняются плюс-минус за приемлемое количество времени единственно что они ежедневные их надо каждый день делать следующие команды бонус заработку кредитов то есть у нас каждый человек у которого есть платная подписка получает плюс один процент фарма серебра за бой и все в команде тоже максимум 10 человек в команде учитываются то есть если у всей команды у нас есть платная подписка то все получают плюс 10 процентов фарму серебра сегодня платная подписка активирована у всех я после боя за этот бонус получал примерно от четырех до пяти там чем-то тысяч серебра это когда плюс 10 процентов идет а если вот эта платная подписка через неделю закончится и она будет мало у кого плюс сколько я буду получать две три тысячи одну тысячу это же вообще просто ни о чем это пшик это еще и на прям танки а если на прокачиваем сколько буду получать 200 копеек это что-то ерундистика полнейшая прям вообще ни о чем звучит и выглядит как вау но в целом это надо опять же миллион лет с этой подпиской играть чтобы за миллион лет хоть какие-то ресурсы там накопились да это в любом случае в плюс но это так микроскопически что даже не заметно вообще также еще там есть демонтаж оборудования белого бесплатный я не пользуюсь им уже несколько лет у меня розовое оборудование полным-полно поскольку я прошел много боевых пропусков да на новых аккаунтах которые еще не проходили боевые пропуски там нету кучи розового оборудования да это актуально также мне интересно а розовое не улучшенное оборудование можно снимать или нет поскольку только штатное написано получается что розовое не улучшено тоже нельзя как по мне это полный Вот в принципе и вся подписка и вроде бы в сумме смотришь 299 рублей, но по сути большинство плюшек мимо и даже если каждую отдельно посмотреть в ней нету 300 рублей, только если в сумме прям все в кучу заребать там дай бог накапает 300 рублей. И за эти 300 рублей вам еще нужно каждый день играть примерно хотя бы по 15 боев, еще и хорошо отыграть 15 боев каждый день, если вы прям все плюшки хотите зафармить, ну кто-то может быть даже больше будет играть, кому-то может меньше, в общем и целом в неделю нам надо 100 боев хорошо отыграть. А если вы играете просто очень плохо, мягко говоря, то я даже не представляю сколько вы будете там играть, если вы не попадаете в топ 10 по опыту, то вы можете просто хоть всю жизнь играть и ничего не получить. Если вы просто вот худший игрок, просто худший, то вы же не будете попадать в топ 10, а как вы золото отфармите или еще что-то, получается эта подписка для худших игроков вообще не подходит. Также для богатых аккаунтов, где все есть, тоже особо тут ничего интересного нет, то есть как-то подписка слабо заинтересовывает, чего не хватает этой подписки на мой взгляд. Во-первых, самое интересное это улучшенные награды ежедневных заданий, нет улучшенных наград для заданий из прем-аккаунта, это первое. Второе, прокачка экипажа, хочется качать экипаж на будущие танки, чтобы ты его когда получил, сразу у тебя был экипаж. Даже если он будет качаться медленно, но зато будет какая-то фишка, что вот я получу танк сразу с классным экипажем. А так, зачем мне вот это полтора года ждать, если я могу это просто пофиксить по-быстрому бумажками. Фармить золото как раб, просто в этот сейф, ну как бонус ладно, но в целом такое себе. Прем танчик в принципе есть и есть, он меня не особо интересует, но и особо негатива к нему нет. Игру он не испортит, но и какого-то вау эффекта тоже не вызывает, в принципе ок. Снимать белое оборудование, которым я не пользуюсь, задача очень интересная. Как снять то, чем не пользуешься, бесплатно? Помогите мне в комментариях, как этим воспользоваться-то, я не знаю. Ну и легендарный бонус к фарму по 4000 серебра, командный бонус к заработку кредитов, это конечно шок. Да, это для всей команды, но я же подписку себе покупаю, а не дяде Пете. В итоге, для кого эта подписка? Для тех, кто играет как проклятый раб. Для тех, у кого 300 рублей просто в никуда выкинуть, всегда есть на месяц. Для тех, кому нужен сбалансированный прем танк 9 уровня, еще и тяж на любителя. Кто готов ждать полтора года, чтобы выкачивался нормальный экипаж. Кто пользуется белым оборудованием. Ну и единственное, что меня реально интересует, это дополнительные награды за ежедневные задания. Я бы это купил отдельно как-то, не за 299 рублей. Я бы, ну не знаю, даже не представляю как оценить, только одну плюшку из всего вот этого набора. Вот ее я бы купил. Она меня заинтересовала, поскольку получать 3 награды вместо 2, каждый день, мне это надо. Поскольку у меня было бы гораздо больше серебра и бон. Ну и для тех, кто оформил эту подписку, я так понимаю, тут вот написано, она активируется на 30 дней, продлевается автоматически, если у игрока привязана банковская карта. Способ оплаты настраивается в личном кабинете в разделе платежные методы. То есть заходим на сайт, справа вверху на свой ник, там личный кабинет. В личном кабинете там третья, кажется, строчка платежные методы. И там привязаны ваши карточки. И видимо там должна быть кнопка отвязаться от платной подписки или карточку надо отвязать. И платная подписка закончится. Это для тех, кто не мог найти, где ее выключить. В принципе, вот все. Платная подписка для меня лично не актуальна. Экипаж качается в никуда очень долго. Также не хватает каких-то улучшенных способов снимать розовое оборудование, боновое, экспериментальное. Есть только белое оборудование, которым я не пользуюсь. Нет возможности заблокировать больше карт. Но я знаю почему это, поскольку это портит балансировщик, насколько я помню, разработчики отвечали. Часто балансировщик хорошо себя чувствует. А вот если мы добавим еще слот или два, то балансировщик, наверное, умрет. Я надеюсь, разработчики доделают эту платную подписку. Поскольку в таком виде она меня не устраивает процентов на 80. Мне только интересные улучшенные награды ежедневные. Все остальное мне не интересно вообще. Это лично мое мнение. Я понимаю, что я не целевая аудитория. Если у меня среди зрителей есть целевая аудитория, то вы можете написать в комментариях, что вам в этой подписке нравится, что не нравится. Что бы вы хотели дополнить, чего именно вам не хватает. Возможно, нужно еще какие-то добавлять бонусы отдельно в каждый режим для платной подписки. Чтобы она была более актуальна. Поскольку другие режимы, кроме рандома, затрагиваются только тем, что можно пофармить золото в этот сейф и все. Но прям целенаправленно каких-то дополнительных наград. Для натиска, для линий фронта, для рангов, для чего-нибудь еще. Их в подписке нет. Раз так сильно продвигаются другие режимы, то может быть и награды должны быть дополнительные какие-то. Иначе нафига я куплю платную подписку и буду играть, допустим, в натиск. Я же там не буду играть на премтанке 9 уровня. Я не буду там пользоваться белым оборудованием, скорее всего. Я же на результат там играю или на что. Также я не понял еще, вот этот вот бонус к фарму серебра плюс 10% для всей команды. Он работает только в рандоме или еще в других режимах тоже. Если он работает только в рандоме, то это тоже не затрагивает ничего кроме рандома. В общем и целом, как-то слабо нужно дорабатывать. На этом у меня все. С вами был Варчик. Радьте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.